Здравствуйте! В эфире Вестник Городской Думы в студии Евгений Макитрюк. В Белогорье, районе пострадавшим от подтопления больше всего, начали активно ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. В селе работают 10 спасателей с Сахалина. С помощью 4-х мотопомп они качают воду на самой затопленной улице, за Озерной. Один из пострадавших районов города находится на особом контроле у главы муниципалитета Владимира Кобелева. На прошлой неделе, чтобы добраться до Белогорьевцев и передать им питьевую воду порядка тысячи пластиковых бутылок, Владимиру Кобелеву и Галихану Аспанову, заместителю председателя Городской Думы, пришлось сменить пиджаки на гидрокостюмы, а обычные автомобили на КамАЗ. Партия питьевой воды пришлась местным жителям как нельзя. Кстати, подтопленцы откликаются с удовольствием на любое к ним внимание. У меня племянник тут был на машине, привез хлеба, я заморозила в холодильнике, мясо есть, овощи пока есть. Вчера брат привез 4 ведра помидор из города, так что живем. Вода у нас была, мы из ключа привозили, но как раз вот кончается. Спасибо большое, что привезли. Владимир Кобелев на протяжении двух недель постоянно приезжает в Белогорье отслеживать ситуацию и общаться с жителями. На прошлых выходных он встречался с подтопленцами, плавал вместе со спасателями в самые затопленные участки. А в среду приехал в село снова с депутатом Константином Завалишиным. Привезли местной школе 4,5 тысячи тетрадей и дневников. Эта помощь нам, конечно же, очень кстати, потому как это самый востребованный товар, потому что это очень нужны нам эти тетради. И очень будет кстати помощь классным руководителям, учителям-предметникам, потому как это как бы наше орудие труда. Мы готовы помочь еще и дальше, то есть тем, чем мы можем, с деньгами, с финансами именно тяжело, а вот именно тем, что связано с бумагой и связано с полиграфическим производством, то есть ради бога, то есть мы готовы идти на встречу, помогать людям. Кстати, кроме обычных тетрадей, педагоги обнаружили в упаковках еще и нотные для местной школы искусств, работники которой оказались не только рады подарку, но и попросили у гостей дополнительной помощи. В школу искусств нужны альбомы для рисования, пластилин и краски. На просьбу глава муниципалитета Владимир Кобелев сразу дал обещание – привезем. А между тем, все мероприятия в селе сейчас направлены на отвод и откачку воды. После начнется дезинфекция домов и подворий. А пока в Белогорье ведется активная вакцинация населения. Уже полторы тысячи местных жителей получили прививки, выдается гуманитарная помощь, а 80% пострадавших уже получили денежные выплаты. Работа здесь очень активно идет, несмотря на то, что все-таки 40 километров от города Благовещенска, но данному селу очень много внимания уделяется. Работают специалисты администрации Благовещенской городской думы, как на приеме заявок, так же и на актах обследования, которые дома были подтоплены. Кипит работа и в городе, но в основном в пунктах приема гуманитарной помощи. Их в Благовещенске сразу несколько. Все они взаимодействуют между собой и с депутатом городской думы Евгением Басканным. Он помогает волонтерам доставлять вещи и продукты в пострадавшие районы. Это постоянно отправляется, ежедневно отправляются огромное количество машин в пострадавшие районы и с продуктами, и с вещами. И детям вчера отвозили в лагерь наборы, для того, чтобы они смогли пойти в школу. В каждом из пунктов ждут и вашей помощи. С понижением уровня воды в городских реках вода ушла из большинства подтопленных домов Благовещенска. Однако появилась другая проблема. Жилье необходимо просушить и подготовить к зиме. Справиться с этой задачей на своих округах помогают депутаты Благовещенской городской думы. Какую помощь оказывает пострадавшим депутат по округу номер 2 Сергей Жеребцов, выяснял наш корреспондент. Это лето Раиса Михайловна вспоминает с ужасом, рассказывает, как ходили по огороду, по коленам в воде. Однако главной потерей стал не урожай, а то, что дом снаружи кирпичный, изнутри деревянный, во время подтопления сильно промок. И высохнуть до зимы уже не успеет. Воздух очень тяжелый, дышать невозможно. Я сейчас задыхаюсь. Стали болеть. Часто я простуженная уже. Ну что еще сказать. Помощь нужна и нужна большая. Дом Сергея Жеребцова, депутата городской думы по второму округу, тоже пострадал от воды. Но его он уже высушил. Для этого и купил тепловую пушку. А после решил, что простаивать оборудованию глупо, когда стольким людям нужна помощь. Это мой округ, любимый второй. Люди постоянно обращаются. Ну и чем могу, тем и помогаем. Сейчас обратились люди уже с новой проблемой, которой столкнется город. Это как раз просушка домов. Вот. Я уже свой дом, так сказать, просушил. Опыт имеется. И, соответственно, помогаю людям, которые живут на моем округе. Однако, как по маслу, все пошло не сразу. Пришлось вызывать бригаду электриков. Ведь пушка работает не от обычных 220, а от 380 вольт. Поэтому в доме Раисы Михайловны появились дополнительные провода и новые розетки. За 2-3 суток такая пушка может высушить один дом. Однако многое зависит от площади жилья и степени влажности. Тем более, что Раиса Михайловна не единственная, кому решил помочь депутат. Значит, агрегату придется еще не скоро отдохнуть. Перемещать его планируют из дома в дом по всей потопленной станционной улице. 30 сентября свой день рождения отметила почетный гражданин города Мария Гапоненко. Ей исполнился 91 год. С днем рождения именинницу поздравил глава муниципального образования Владимир Кобелев. С днем рождения. Слушай, подожди, поднимай меня. Несмотря на почтенный возраст, Мария Павловна всегда готова принимать гостей. Шляпка на ее голове стала определенным символом почетной жительницы, которую знает большинство благовещенцев. За свою жизнь Мария Павловна успела побывать почетной пионеркой, почетной комсомолкой и даже легендой гражданской обороны. Она всю жизнь занималась патриотическим воспитанием детей и подростков. Принимала самое непосредственное участие в организации музеев при Доме молодежи, Дворце пионеров и Досаафе. У нее много наград и званий. Звание почетной жительницы Благовещенской Мария Гапоненко получила 4 года назад. Рекомендовали меня туда документы, оформляли 13 коллективов, вот этих ходатайств, протоколы, рекомендации. Мне даже, знаешь, как-то приятно, радостно думаю. А в этих организациях я везде оставляла след. Работала, работала, вот такая молодая была, как вы. И потом постарше уже. Ну и как-то смирилась. Сначала меня как-то стеснительно себя чувствовала. А потом думаю, боже мой, до моих же полгорода пионеры, которых я принимала в пионеры. Сегодня, несмотря на выходной, все городские школы распахнули двери для своих учеников. Торжественная линейка 1 сентября – это всегда волнительное событие, требующее большой подготовки. Какие сложности в этом были у многодетной семьи Сутунковых, и чья поддержка оказалась как нельзя кстати, расскажем в следующем сюжете. Владимир Кобелев у Сутунковых гость частый. Оказывать помощь многодетной семье для главы города уже стало традицией. Вот на этот раз единственному в семье мужчине Ивану достались в подарок новенькие боксерские перчатки. Ведь занятия в спортивной секции тоже начинаются с 1 сентября. У меня порвались боксерские перчатки, они мне пообещали купить новые. Ну как тебе эти? Ну а для всех без исключения ребятишек подарками стали папки с канцелярскими принадлежностями, причем совсем нестандартными. Одежду, тетради и ручки мама уже купила детям сама, а такие наборы – отличное дополнение к школьному портфелю. Так как они увлекаются творчеством больше всего и в школе часто участвуют в всяких таких вот творческих мероприятиях, то мы, конечно, попросили пластилин, картон, цветная бумага, клей. Вот как раз то, что у нас очень сильно идет. В многодетной семье под шефной главе муниципалитета целых трое школьников. Еще одна девочка посещает детский сад, где тоже сегодня без такого арсенала не обойтись. Так что подарки, полученные в преддверии 1 сентября, пришлись по душе абсолютно всем ребятам, а для матери семейства стали хорошим подспорьем. А я хочу пожелать вам всего хорошего. Увидимся через неделю.